Безнаказанность приводит к развитию вседозволенности, нарушению закона, к эгоизму и зачастую все это ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале «Россия» программа «Следствие СКР-09». Сотрудником следственного отдела по городу Карачайск задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка. 23-летняя уроженка Туркменистана подозревается в убийстве своего ребенка. Напомним, 27 декабря 2021 года на одной из улиц Карачайска было обнаружено тело новорожденной девочки признаками механической асфиксии. При расследовании уголовного дела следователи не ограничились версией, что к совершению преступления может быть причастна только жительница Карачаева-Черкесии. Отрабатывались все лица женского пола, проживающие на территории близлежащих субъектов, которые обращались за медицинской консультацией по поводу беременности. Среди них могли быть туристы-студенты. В рамках расследования уголовного дела более чем у 270 лиц получено образцы букального эпителия, по которым проведены генетические экспертизы с целью установления генотипов с биологическими объектами, изъятыми на месте преступления по факту обнаружения трупа новорожденного ребенка. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена женщина, которая при допросе признала совершение преступления, рассказала обстоятельства убийства своего новорожденного ребенка. В ходе проведения проверки показаний на месте наглядно показала детали совершенного преступления. По результатам, проведенной экспертами КЦМД Республики генетической экспертизы, достоверно установлено материнство подозреваемой по отношению к обнаруженному трупу новорожденного ребенка. В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91.92 Уголовно-процентрального кодекса. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-вестных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательствами базы. Расследование уголовного дела продолжается. Зеленчуцким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Старожевая, подозреваемого в убийстве. 16 февраля группа туристов из Москвы направлялась в поселок Архыс и по личной нужде остановилась на участке местности рядом со станицей Кардоникской. В это же время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку. В последствии чего один из туристов был тяжело ранен ударом ножа в область живота, от которого мужчина скончался по пути к больницу. В производстве следователя Зеленчуцкого межрайона следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное 16 февраля текущего года по факту убийства мужчины, совершенное в присутствии многочисленных свидетелей и вызвавшее большой общественный резонанс среди жителей республики и за ее пределами. В первый день расследования подозреваемый Бастанов Абдулла Магометович, уроженец станицы Старожевая Зеленчукского района, объявлен федеральный и в последующих международный розыск. Однако на сегодняшний день местонахождение разыскиваемого Бастанова не установлено и он не задержан. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Бастанова, просьба сообщить в следственное управление. На сайте следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике можно ознакомиться с новым номером издания Следственный комитет России. В этом выпуске в рубрике «География следствия» представлена Карачаево-Черкесская республика с материалом в долине горных хребтов, которым вы можете ознакомиться с подробностями и расследованиями уголовных дел. Следственным управлением Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике проводится первый этап ежегодного конкурса «Юный следователь». Распределение путевок среди победителей конкурса будет осуществляться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций республики в возрасте от 11 до 17 лет, проявляющие интерес к следственной работе и деятельности Следственного комитета в целом. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса – это с 1 по 10 марта 2022 года. Второй этап конкурса – финальная часть – с 20 по 30 марта 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо явиться в следственное управление по адресу город Черкесск, улица Ворошилова, дом 69, для получения конкурсного задания. Победители конкурса поощряются путевкой в один из детских международных лагерей «Артек» или «Орленок». Сдержать безнаказанность человеки можно многими способами. Самый эффективный – это закон. Ведь отсутствие наказания за содеянное приводит к их увеличению. Это была программа «Следствие СКР-09». До встречи через месяц. Всех благ. И не приступайте к черту закона, за который последует наказание.